Знаете, когда мы молились о чудесах косметических, они происходили. И для нас это сигнал о том, что это нормально. У нас есть свидетельство, у людей форма носа менялась, видео свидетельства можете посмотреть, там разные пятна уходили с лиц, форма лица менялась, форма ушей менялась. Вот поэтому, раз мы эту тему уже подняли, давайте попросим, что для кого-то это критично. Кто-то говорит, да не важно это все, это плоть, а для кого-то это вопрос, для кого-то это ситуация, которую можно решить при помощи веры, а не косметической операции. Поэтому я хочу помолиться сейчас, потому что мне нравится экспериментировать с верой. Мне очень нравится. И давайте, если вы хотите увидеть какое-то чудо, косметическое, будем молиться. Я разговаривал, у меня есть друг, который тоже верность в их естественное, и он говорит, слушай, нас критикуют за то, что мы молимся о косметических чудесах. Но на одном служении женщина, у которой не было ни одного зуба, ей там было за 80, ни одного зуба не было, ни одного. И говорит, смеялись, смеялись, чудеса, чудеса, помолились. Она, говорит, вышла и показала всем красивые, белые, новые зубы. Все выросли на служении. Не через месяц, не через 10 лет. То есть это именно чудо. Она всем показывала, все заглядывали в рот. Он тоже, говорит, я видел. Он мне рассказывал, у него там, короче, зуба одного нет. Говорит, обидно. Я как бы эту тему затеял. Женщина получила полный рот новых зубов, типа, а себе он не получил. Я говорю, а так бывает. Надо подставлять себя сразу. Давайте помолимся о чудесах с зубами, о чудесах с волосами, с кожей, вот, с телом. Почему бы нет? Почему бы нет? Кто сказал нет? Иисус сказал да. Он сказал, все, о чем попросите, будет вам. Если Иисус сказал да, не говори нет. Главное верить. Все, что не скажете в вере. Все, что не будете говорить, если поверите, будет вам. Аллилуйя. Отец, мы знаем, кто ты. Ты Бог, творящий чудеса. И ты не запретил нам практиковать веру. Более того, нам сказано, что тот, кто ходит верой, тот угодил тебе. Мы желаем не только говорить о вере, но практиковать веру. И мы сейчас соглашаемся о том, чтобы ты проявился, как Бог чудес. Потому что ты не изменился. Ты тот же. И ты продолжаешь творить. И мы сейчас призываем твою творящую руку в это место. И для всех, кто нас смотрит, Господь, пусть твоя творящая рука продолжает. Твори, продолжай. Все, что ты сотворил, было весьма хорошо. Ты смотрел и говорил весьма хорошо. Потому мы уверены, то, что сейчас есть испорченное в нас, поврежденное, нарушенное, что не весьма хорошо, ты способен сделать все это весьма хорошим. Поэтому, Отец, пусть твоя рука меняет сейчас, здесь и сейчас, исправляет, здесь и сейчас, какие-то повреждения в зубах, какие-то повреждения в челюсти, какие-то, как ты бы уже здесь, на Доме Собрания, дал человеку новую челюсть, новые кости. Боже, кому это нужно? Пусть это происходит, чтобы не нужно было обращаться к медицине. Во имя Иисуса я призываю, пусть новые зубы появляются здесь и сейчас. Пусть, если у кого-то тонкая кость челюстная, пусть новая появляется. Если у кого-то какие-то проблемы с зубами, любые проблемы, примите чудеса вашего уста, чтобы ваши уста были свидетельством о славе Божьей. Примите чудеса с волосами, кому нужно, во имя Иисуса. Примите, примите. Примите. Если вы потеряли волосы в результате, не знаю, чего-то, неправильного образа жизни, какой-то плохого воздуха, радиации, чего-то, пусть волосы растут, чтобы у вас были пышные волосы, не выпадали, у кого не выпадают. У кого седые, пусть волосы изменятся, ваш естественный цвет. Мы не просим зеленого, салатного, розового. Ваш естественный, нормальный цвет, который Бог вам дал. Во имя Иисуса принимайте. 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 И любой отпечаток на вас в результате болезней, немощи, экологии, на вашей коже, Господь, силен исправить. Мы знаем, что Сара была красива, даже в 90 лет, привлекательна. Поэтому, Боже, благослови твоих дочерей и сыновей во имя Иисуса. И мы не смущаемся. Все нормально. Спасибо. Ты Бог, Творец. Боже, кому нужно косметическое чудо, зачем наметить косметологам? Зачем наметить, Господь, пластическую хирургию? Боже, исправь кому-то, уши, носы, у кого там действительно какие-то дефекты, они комплексуют, у кого катаракта, глаукома, чтобы не нужно было обращаться, Господь, к медицине. Исправь, исправь, во имя Иисуса я провозглашаю чудеса сотворения, чудеса сотворения кожных покровов, новых частей тела, пусть это происходит именем Иисуса Христа. Выслободи, Господи! Выслободи! Выслободи! Мы провозглашаем творящую руку Божию здесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем, провозглашаем. Провозгласите на себе творящую руку Божию, которая творит. Говорите, Господь, благодарю Тебе, что Ты творишь. Благодарю Тебе. Называйте что? Благодарю Тебе. Мои волосы растут с этого дня. Мои волосы пышные. Моя седина ушла. Благодарю Тебе. Мои глаза видят хорошо, без очков. Мои зубы целые. Боже, я лучше буду эти деньги жертвовать на Твое дело, чем отдавать медицине. Спасибо за косметическое чудо. Спасибо за исцеление моей челюсти во имя Иисуса. Получаю знание, что синусит, такая проблема есть. Я услышал слово исцеление от синусита, и конкретно это левая часть. Примите во имя Иисуса. Также с челюстью, выпадение челюсти у кого-то периодически становится дискомфортно. Это она выпадает у вас. Смещается, точнее. Примите исцеление от всякой деформации. И пусть всякая подвижная, излишне подвижная челюсть закрепится и будет нормально работать. Примите, примите, примите исцеление во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Кого-то перекрыт, носовые проходы перекрыты, у вас там какая-то патология, вам труднее дышать, вы из-за этого меньше чувствуете запахи, и это решается только операция. Я провозглашаю, Бог Творец. Тот, кто сотворил, вас может все исправить. Я провозглашаю, пусть ваше дыхание будет прекрасным, без всякого затруднения. Я провозглашаю, пусть откроются эти хода, носовые, носоглотки. Во имя Иисуса принимайте. Принимайте. Спасибо, Господь. Слава Тебе. У кого-то исцеление лицевого нерва над бровью, над правой бровью. У вас-то бывает там что-то там... Вы знаете, как это проявляется, я не знаю. Принимайте исцеление. Любой человек исцеление лицевого нерва. Принимайте. Прямо сейчас. Именем Иисуса. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Какого-то человека также периодически, это долго уже длится, какие-то язвочки и у вас на краю языка именно, на краях языка образуются какие-то язвочки. Я провозглашаю исцеление, потому что я слышал слово, что исцеление уст от этих язвочек. Принимайте прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Я чувствую, Господь что-то делает, поэтому принимайте. Аллилуйя. Кто чувствительный, вы можете чувствовать, когда сила Божья, а она движется в исцелении больных или сотворении. Слава нашему Господу. Благодарим Тебя.